Уолл-Стрит Джорнал только что подвела итоги опроса, столь удручающие, что мы не хотели о них говорить, об изменении настроения американцев, и поражает то, как быстро они изменились и сколь глубоко. Вот пример. В 98-м 70% американцев заявили, что патриотизм очень важен, теперь так ответили меньше 60%. В том же году более 60% указали, что религия для них очень важна, этот показатель рухнул ниже 40. Опрос также показал, что важно для сохранения страны, что важность наличия детей так же резко упала, и это фундаментальное мнение, не об очередной налоговой реформе, это взгляды на саму цивилизацию. Виктор Дэвис Хэнсон, старший сотрудник Института Гувера и один из умнейших людей, что мы знаем, он сегодня с нами. Профессор, что думаете об этих цифрах? Краткосрочный спад с 2019-го, где люди выражают неуверенность в экономике, в своем будущем и в том, будут ли их дети жить лучше, думаю, в значительной степени объясняется тремя факторами. Катастрофа трех лет ковидных локдаунов, а это была катастрофа. 120 дней беспорядков после гибели Джорджа Флойда и разрушения экономики Байденом. Но вас интересуют долгосрочные тренды. Я думаю, тут сказывается тот факт, что... У нас, во-первых, 50 миллионов человек, столько никогда еще не было, которые родились не в США. Нам не удалось их ассимилировать и интегрировать, это первое. А во-вторых, все наши институты контролируются устойчивой глобалистской элитой, которая вдалбливает молодежи в академических кругах и школах, что они видители и граждане мира, и что границы не важны, нет ничего исключительного или уникального в Америке. С этим посылом они вырастают. Они ничего не знают о Геттисберге, о звездно-полосатом знамени, о Томасе Эдисоне и так далее. Это шокирует. И есть еще один раскол Такера. Независимые и республиканцы, особенно в возрасте, отражают традиционные американские ценности религии, семьи, усердной работы, в отличие от демократов. И это, что важно помнить, не та же демократическая партия, что породила Кеннеди или даже Билла Клинтона. Это радикальная левая партия с идеей утопического глобализма. И она говорит молодежи Америки, что за благосостоянием и праздной жизнью, которую они считают естественными, ничего не стоит. Им не нужно ни вкладываться в страну, ни любить ее, ни усердно работать, ни воспитывать гражданскую ответственность и ответственный патриотизм. Они думают, это все их по праву рождения. То есть это оторванные от реальности, зажиточные от рождения. Праздные люди, понятия, не имеющие, откуда это все взялось, и не испытывающие признательности своим предкам. Что дали им это? Единственное хорошее, что я увидел в вопросе, скептицизм по поводу участия, захвата биологическими мужчинами женского спорта. Люди устали от всех этих психодрам, связанных с местоимениями трансгенеров. Они скептически относятся к расовым квотам, но в остальном, думаю, картина весьма негативная. Люди не хотят иметь детей. Кажется, это самое глубокое выражение нигилизма и печали, очень глубокой печали. Если вы жизнерадостны и полны надежд, вы хотите передать все это следующему поколению. Верно? Абсолютно. Такова история и Римской империи, и Византийской империи, они обе канули из-за низкой рождаемости. Когда опускаетесь до 1,6, как сейчас, а ведь было 2,1 еще в 90-х, это говорит о кризисе доверия, что люди недовольны. Они не знают, на каких ценностях строилась страна, свою историю, не заводят детей, они концентрируются и зацикливаются на себе. Таково послание левых, все ты, 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 ты жертва, ты угнетатель, и тебе не нужно жертвовать собой ради других. Особенно следующего поколения. Это очень тревожно, потому что подталкивает цивилизацию совершить коллективный суицид через демографию. Да. Утопая в озере я. Виктор Дэвис Хэнсон, большое спасибо вам. Спасибо. Благодарю. Виктор Дэвис Хэнсон